Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферах, состоявшихся в России за последнее время. И сосредоточимся на настоящей Санта-Барбаре, которая началась вокруг перехода Юрия Альберто в Зенит. Казалось бы, уже и агент футболиста и президент его клуба Интернациональ подтвердил скоро переход в Санкт-Петербургскую команду. Но сейчас ситуация, скажем так, резко осложнилась, и в результате начались настоящие боевые действия вокруг этого перехода. Потому что Интернациональ начал требовать улучшенных условий, начал требовать, в частности, 10% от следующей, так скажем, перепродажи Альберто. То есть, если его дальше продадут в другой клуб, то нужно будет 10% от следующей сделки, от того, что получит Зенит, отсыпать вот ребятам в Бразилии. Ну и самое главное, на фоне того, что Азмун подписал контракт с Байером, и на фоне того, что иранца могут отправить в дубль, началась настоящая свистопляска вокруг сроков перехода. Потому что бразильцы за каким-то лешим хотят, чтобы трансфер состоялся исключительно летом. То есть, в следующее трансферное окно. А сейчас, вот, дескать, можете проводить медицинское обследование, можете официально объявлять о переходе, но игрок переедет через полгода. Вот такая вот ситуация. Давайте это дело и обсудим. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод «Футбол Калуцкий», который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Вообще, мне кажется, что здесь первоначально «Зенит» и сам был не против того, чтобы Юрий Альберто перешел следующим летом. Ну, потому что, сами посудите, Азмун отказался подписывать контракт, договориться о выгодной продаже Сердара не удалось, то есть там были переговоры с разными командами из Италии, из Германии, но «Зенит» требовал, как видимо, слишком много за продажу Азмуна. В результате продать его никуда не удалось, а сам он тихой сапой подписал контракт с Байером. И теперь понятно, что он либо перейдет бесплатно через полгода, либо сейчас нужно будет его отдавать и отдавать по существенно меньшей цене. Ну, потому что наступила определенность, Байер уже зарезервировал за собой футболиста, и здесь торговаться «Зениту» будет сложно. И вот в этих условиях появились сообщения, что «Зенит» из какого-то определенного принципа посадит Азмуна в дубль. То есть «Зенитовцы», очевидно, не продав Азмуна, рассчитывали, что он еще полгода отыграет, поможет команде выиграть чемпионат, а там как раз уже летом придет Юрий Альберто. Приходить раньше, ну, особого смысла нет, потому что Юрий мог бы сесть на скамейку запасных за спиной у Азмуна. А сейчас главная задача – это добиться победы в чемпионате. И для этого был нужен параллельный нападающий опытный Сердар Азмун, который, кстати, объективно сейчас даже и посильнее Альберто. Я недавно выпускал ролик на эту тему, сравнивал двух футболистов. Если что, посмотрите, как мне кажется, достаточно интересно все разложил. Но вернемся к нашей теме беседы. У «Зенита» был план – Альберто переходит летом, когда уходит Азмун. То есть вот такая замена, и в результате никто не обижен. Азмун отыграет полгода, уйдет, а Юрий Альберто придет сразу в стартовый состав. Но вот ведь незадача Азмун всех обломал. Вот этим своим поступком я не пытаюсь здесь объявлять какую-то из сторон или кого-то демонизировать. Но, объективно говоря, в этой ситуации и клуб, который пытается отправить футболистов в дубль, и сам игрок ведут себя не совсем правильно, мне кажется. И вот теперь уже бразильцы, понимая, что у «Зенита» как бы руки выкручены буквально вот этой ситуацией с Азмуном, они начинают требовать все больше и больше. В частности, они вроде как затребовали больших денег. Двадцатки за того самого Юрия Альберто, хотя «Зенит» надеялся сторговаться на 16-18. В результате вроде как «Зенит» согласился. Теперь есть информация, что они хотят те самые 10% от последующей перепродажи. Ну, потому что бразильцы не дураки, они понимают, что, скорее всего, футболиста дальше продадут в другую команду, что он талантлив, перспективен, и в «Зените» он ненадолго, на пару сезонов, чтобы потом стартануть куда-нибудь в Европу. И вот, пожалуйста, на фоне этого они хотят получить 10% от сделки. И еще и продолжают гнуть свою линию, что игрок должен остаться до лета. Поэтому не совсем понятно, а нахрена? Ну, сами посудите, футболист сейчас в отпуске. Бразильская серия А возобновится хрен знает когда. При этом футболист в ближайшее время будет играть максимум в чемпионате штата. И в бразильском чемпионате основном он практически не успеет поиграть до летней паузы. Там всего несколько матчей будет. Нахрена его держать и рисковать тем, что сделка просто сорвется. С одной стороны, глупая ситуация, с другой стороны, бразильцы потому и гнут свою линию. Они понимают, что «Зениту» сейчас уже нужен Альберто. Из-за изменившейся ситуации, из-за того, что Азмун оказался вот таким вот ренегатом, сейчас «Зениту» срочно нужен новый нападающий. И тут уже, пользуясь тем, что изначально, видимо, была договоренность на лето, бразильцы начинают заявлять все больше и больше требований. Вот таким образом, к вопросу о тех людях, которые защищают Азмуна, Сердар в каком-то смысле поставил свою команду в переговорах с Юей Альберто. Потому что теперь-то бразильцы понимают, что спрос на этого форварда у «Зенита» возрос, потому что им нужен срочно нападающий. И теперь они могут заявлять все больше и больше. И это, конечно, обломно. Обломно для команды, для клуба и для всех остальных. Кроме, конечно же, интернационаля и агентов этого бразильца. Чем это закончится? Ну, мне кажется, что если Азмун действительно будет отправлен в дубль, или если его досрочно отдадут в Байер, то, возможно, тогда «Зенит» пойдет на повышение предложения. Доплатит сверху, чтобы футболист переехал в Россию именно зимой. Тем более, что если Азмуна удастся досрочно слить в Байер, это, во-первых, сэкономленная зарплата Сердара, а во-вторых, ну, хотя бы 2-3 миллиона, наверное, от немцев удастся получить, и их можно как раз кинуть в бразильцев в качестве улучшенного предложения, в качестве дополнительных бонусных денег. В общем, мне кажется, что трансфер Юрия Альберто все ближе и ближе к завершению, просто он выйдет более дорогим для «Зенита» из-за всей этой ситуации с Азмуном. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube-канал, и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!